Салют красно-белые! Несколько важных событий и слухов наполнили информационное пространство за последние дни, а значит время для нового дайджеста. Подписывайся на канал и тогда ты точно не пропустишь ничего интересного. Приятного просмотра! Салют красно-белые! Вы прекрасно знаете, что Александр Кокорин вылетит во Флоренцию в понедельник 25 января, чтобы завершить свой переход в стан Фиорентины. Фиалки совершают очень рискованную сделку, но нас прежде всего интересует Спартак. А вот Спартак, как по мне, остается только в плюсе от этого трансфера. В недолгой истории Кокорина в составе красно-белых слишком много «но». Постоянные травмы, из-за которых он по очень странному стечению обстоятельств пропустил обе встречи с «Зенитом» и «Сочи», подъемные в размере 4 миллионов евро и зарплата в размере 3 миллионов на 3 года, выбитая им у Шамиля Газизова. Неважное качество футбола, когда он все-таки появлялся на поле. К тому же почти 30-летнего Кокорина каким-то крутым активом не назовешь. Газизов бросал перчатку «Зениту», только не учел, что она у него оказалась вся в заплатках, которые начали трещать по швам. Пока мне нравятся действия нынешнего спортдира Попова, которому приходится разгребать эти проблемы. «Спартак» посредством трансфера Кокорина решает сразу несколько вопросов. Во-первых, ориентировочная сумма трансфера составит от 3,5 до 4 миллионов евро, что практически отобьет затраты на полугодовое пребывание Кокорина в команде. Во-вторых, освободится бюджет под возможное возвращение Квинси Промеса. Афетисов вполне открыто сообщил, что переговоры действительно идут. Учитывая немаленький околад Квинси, появившиеся 3 миллиона могут быть полезны. Также я могу полагать, что потенциально больше игрового времени сможет получать Максим Глушенков, чьим конкурентом был Кокорин. Да и репутационный момент имеет место быть. Болельщики «Спартака» в своем большинстве были изначально негативно настроены к этому переходу, а дальнейшие события укрепили их скепсис. Поэтому клуб, как будто признавая свою ошибку, сейчас делает хороший ход по укреплению веры в новое руководство. Что до Кокорина, то пожелаю ему удачи, хотя бы за то, что попробует себя на Западе, назвав это своей мечтой в интервью, в отличие от другого питерского балабола. Резюмируя, хочется сказать, что «Спартак» в очередной раз наступил на грабли, вспоминая истории Широкова, Лукаса Бариуса и остальных. Ошибку признали, денег немного заработали. Ну, хоть так. Дальше тема, которую я уже затрагивал в своих роликах – уход ТДСК летом. На днях вышло интервью Доменика Спортэкспрессу, где он еще раз пояснил свое решение и его последствия. По его словам, никакие факторы, включая неудачную концовку первой половины сезона и постоянная неопределенность с генеральными директорами, не могли повлиять на его решение остаться. Только семья и потенциальный локдаун в Германии. При этом ТДСК подчеркнул, что желание доработать с командой до лета с его стороны не подвергалось сомнению, и он рад, что получил возможность довести сезон до конца. ТДСК при любом раскладе заслужил респект за честность и прямоту. И судя по этой цитате, у Спартака точно будет новый наставник летом. Я не меняю своих решений, если принял их. Посмотрим, изменится ли что-то в мире к маю. Ну и, конечно же, на результаты команды. Вторая команда красно-белых тоже вышла из отпуска. Здесь нам интересны три фамилии. Ташаева, Гулиева и Нимели. На сборы отправится только экс-динамовец, который продолжает прозябать в ФНЛ. Видимо, ни характера, ни амбиций 26-летнему игроку не хватило, чтобы что-то поменять в своей карьере. Про Гулиева уже давно ничего не слышно. Говорят, что у него какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Единственный слух, на который я наткнулся, о его возвращении в Ростов к Карпину. Однако его уже опровергли в пресс-службе. Ну и, наконец, Нимели. Либеритс был одним из многочисленных африканцев, завезенных в 2017 году в двойку. И теперь, видимо, будет последним, кто ее покинет. Стоит признать, что 22-летний Сильванус действительно оставил положительное мнение о себе. Он много работал и добился вызова в сборную. Проявить себя в основной команде у него не получилось. Однако в ФНЛ он успел отметиться 108 матчами, в которых забил 23 гола и отдал 15 передач. Следующим клубом Нимели должна стать хорватская Горица. Закончим любопытной новостью о экс-главном тренере Спартака. Стало известно, что Массимо, который совсем недавно прекратил свое сотрудничество с греческим Айком, с которым занял в прошлом сезоне третье место, поступило предложение из сборной Польши. Однако работа с Робертом Ливандовски Карреру не прельстила, и он ответил отказом. В свежем интервью он подчеркнул, что его мечтой по-прежнему остается работа в клубе серии А. Интересно, где он окажется по итогу. На этом сегодня все. С вас лайк, с меня новые видосы. Не болейте, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok